История, достойная лечь в основу криминального триллера. Ровно две недели назад в Самаре убили Екатерину Пузикову-Сакирскую. Несколько лет она была главным подозреваемым в отравлении ее мужа, известного банкира Дмитрия Пузикова. Но в итоге была оправдана. Встретила нового мужчину, Алексея Рискова, за которого вышла замуж. Затем они расстались, и Екатерина уехала жить в Краснодар. В Самару она вернулась на следующий день после публичного обращения Алексея Рискова в соцсетях, где он заявил, что заплатил за оправдательный приговор Екатерины 15 миллионов рублей. Я, Рисков Алексей Александрович, ее отец Сакирский Григорий Степанович, ее мама Елена Николаевна, собрали 15 миллионов рублей и передали одному из работников областного суда. Проигнорировать такое заявление Екатерина не смогла. Но на следующее утро после приезда на родину девушка была убита. Главный подозреваемый, бывший экс-супруг Екатерины Алексея Рисков, чемпион мира по кикбоксингу GFC 12, был задержан и отправлен в соматическую больницу УФСИН. В субботу, 17 июля, его нашли мертвым. Криминального следа не обнаружили. В областной соматической больнице УФСИН России по Самарской области обнаружено тело подследственного R без признаков жизни. Незамедлительно были вызваны медицинские работники для оказания помощи. Однако реабилитационные действия результата не дали. Врачи констатировали смерть. По предварительной версии, последственный совершил суицид. В соматическую больницу УФСИН Рисков попал еще 12 июля. Из следственного изолятора мужчину госпитализировали для медосмотра после того, как в камере ему стало плохо. Связано ли ухудшение сумочувствия со смертельной болезнью, о которой Алексей говорил еще 6 июля на суде неизвестно. В этом предстоит разобраться экспертом. По словам адвоката кикбоксера Александра Пименова, предпосылок к совершению самоубийства у Рискова не было. Я посещал его в больнице, он уже находился там. У нас было свидание, мы обсуждали материалы дела. Он абсолютно адекватен был, на мой взгляд. Мог рассуждать, спокойно говорить. Каких-либо предпосылок к тому, что он в очень глубоком стрессовом состоянии находится уже не было. Поэтому причины его гибели для меня пока остаются непонятными. Алексей свою вину в убийстве Екатерины Пузиковой Сакирской после задержания признал. По его словам, главным мотивом стал денежный долг, который когда-то он помог вернуть убитый. Словесный конфликт быстро перерос в драку. Екатерина взяла нож и попыталась ударить Рискова. А он схватил кухонный топор и нанес несколько мощных ударов сначала по ноге, затем по голове. Меру пресечения Алексея выбрали 6 июля. Рисков отправился в следственный изолятор под арест до 3 сентября. Будучи на скамье подсудимых, Алексей обещал в скором времени подробнее рассказать о признании во взятке. Теперь следователям предстоит снова разбираться в этом запутанном деле, который обрастает смертями. Телеканал Самара ГИС будет отслеживать новые подробности о резонансной истории, начавшейся еще в 2012 году. Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.